Творожные пончики чистые ручки. Почему именно так? Дело в том, что в приготовлении пончиков меня всегда смущало то, что липкую творожную массу нужно брать руками. И я придумала вот такой вариант. Теперь всегда использую кондитерский мешок для крема. Интересно? Тогда поехали! Вы можете использовать свой любимый рецепт теста для пончиков. Главное, чтобы масса была достаточно густой, иначе пончики впитают много масла и будут невкусными. Я, конечно же, покажу свой фирменный рецепт. Для этого нам понадобятся вот такие продукты. Кстати, в рецепте использую домашний творог, сделанный своими руками. Живу в городе, но творог делаю сама 2 раза в месяц. Если интересно, переходи по ссылке на экране и смотри рецепт. Продолжим! К творогу добавляем соль, сахар, ванилин, соду, яйца. Все хорошо растираем. Можно это делать вилкой, тогда в тесте будут ощущаться приятные творожные включения. Либо перетереть массу блендером, тогда тесто будет однородным. В общем, это на любителя. Далее вводим муку и все хорошо перемешиваем. Тесто готово! А теперь лайфхак. Берем кондитерский мешок и наполняем его тестом. Призываю всех использовать многоразовые мешки. Помыть их совсем не сложно, а планета будет чище. Наполненный мешок пока что отставляем в сторону. На плиту ставим сотейник, наливаем масло. Нужно, чтобы его слой был минимум 3 см. Прогреваем масло на сильном огне примерно 1 минуту. Убавляем на чуть выше среднего и выдавливаем наши творожные колбаски. Обжариваем их с двух сторон и выкладываем либо на металлическое сито, либо на салфетку. В отличие от обычных пончиков или пончиков шариков, творожные палочки жарятся в два раза быстрее. У этого подхода есть нюанс. Важно соблюдать густоту теста, о которой я упоминала выше, и жарить их на температуре именно выше средней. У меня электрическая плита имеет максимум 9 ступеней нагрева. Я жарю на семерке. Обжаренным палочкам даем немного остыть и посыпаем сахарной пудрой. Дети это просто обожают. Да и на вид они становятся еще аппетитнее. А вот такие они в середине. Однородные, прожаренные. И вы бы знали, как они хрустят, когда горячие. В общем, надеюсь, у вас уже потекли сленки. Ведь это самая лучшая награда для меня. Сделать так, чтобы вы захотели приготовить эту творожную вкуснятину. На этом у меня все. До новых выпусков и до новых встреч на Кукише. Всем пока!